До чего дошел прогресс, до невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Здравствуйте, мальчики и девочки. Сегодня понедельник. И целые выходные мы с Виней работали, не покладая рук. Сейчас, кстати, покажу вам. Мы с Виней работали на ярде весь выходной. Я приехала, здесь вообще все умерло за зиму. Чуть тут замерзла, такие заморозки были сильные, Виней говорит. И вот мы посадили вот эти два маленьких кустика новеньких. Вот эти вот три кустика. Потом я купила для птичек, для воды, вот такой тазик. Там посадили тоже два кустика. И вот здесь я посадила цветочки. Решила в этот раз посадить все цветочки одинаковые. И очень понравилось мне, как смотрится. В горшочках они такие, знаете, дом у нас теперь желтый. Цветочки красненькие. Вот так вот у нас теперь. Вот такой вот у нас дом теперь желтый. Как я еще, я уже показала, по-моему, один раз. Я собралась к мистеру Джонсу. Сегодня понедельник. Понедельник какой-то мая. Вот такой вот у нас теперь домик цветом. Ну вот, едем к мистеру Джонсу. Немножко припаздываю. Мистер Джонс попросил меня приехать полдесятого. А времени 15 минут десятого. Но я надеюсь, что я успею. В принципе, до него ехать минут 20, если не будет никакого трафика в этом нашем селе. Так что вот, что мне рассказать вам. Все выходные, как я вот сейчас вам показала, мы с Виней работали на фронт-ярде и на бэк-ярде тоже, кстати. Посадили там какие-то костики. И наконец-то облагородили более-менее наше жилище. Потому что я когда приехала, я вам скажу, вообще, конечно, было страшное дело. Горшочки стояли все пустые. Потому что были очень сильные заморозки зимой. И у нас погибло два куста от морозов. И как бы и вот на стороне, где там у забора, тоже погибли очень много цветочков. Всего-всего пришлось пересаживать, перекапывать. Конечно, я делала в основном работу, потому что у Винни болит бедро. Но он помогал мне все равно. Я еще, знаете, помню, с Рыбинской дачи, наша дача была у родителей. И мы там как бы копали иногда. Не всегда, конечно, там меня удавалось уговорить на это. Но я умею это делать. Ну вот. И, в общем, мы облагородили, как я сказала, наш домик. Стало очень приятно. Едем к мистеру Джонсу, наконец-то. Сказала всем вам, что еду в субботу. Как всегда, наговорила. Вот поеду, поеду в субботу. А в субботу оказалось, что он уехал к сыну. И сын его не привез обратно. Только вот до вчерашнего вечера, до воскресенья. Он мне позвонил, сказал, приезжай ко мне завтра. Опять спросил. Ты не превратилась, говорит, в цветочную девушку? Я говорю, нет, нет, не беспокойся. Смеялся. В хиппи не превратилась. Кстати говоря, о старых людях. Сейчас с утра. Опять смотрела... Опять смотрела эту милую старушку. Называется она... Ее звали Fruitcake Lady. То есть фруктовый тортик Lady. Ей было 93 года. Она, по-моему, она умерла в 95. Если вы знаете, у нас был такой в Америке. Но он не был, он и есть. Он вел шоу Джей Лено. То есть, по-моему, сегодня вечером. Или что-то такое. Today, по-моему. Tonight. Не помню. В общем, Америка вечером. Джей Лено. Он вел телевремен передачу. И он рассказывал в своей передаче, что он ненавидит фруктовые торты. Ненавидит. И одна женщина старенькая. Ей сколько было лет? Там 87, наверное. Она написала ему. Да как ты имеешь право говорить про фруктовые торты? Вот таким вот манером. Да ты в жизни не пробовал хорошего фруктового торта. И она написала ему таким манером. То есть, что вообще она не пишет ему ни в звезде, никому. А просто вообще. И ему очень это понравилось. И он связался с этой женщиной. Ее, по-моему, Мэри звать. Мэри. Я даже книжку ее купила. И он с ней созвонился. И пригласил ее на передачу. И с тех пор она стала очень известной женщиной. Что они делали? Они задавали ей вопросы. Люди разные, то есть, с разных штатов, с разных мест. Они задавали ей вопросы. И она на них отвечала. И причем, как же Елена говорит, она отвечала не просто там, ты так знаете, вокруг да около. Она отвечала просто, как есть, так и есть. И, конечно, я ее просто обожаю. Я иногда ее смотрю. Очень жаль, что не сохранилось много записей от нее. Но какие-то записи, конечно, сохранились. И я под моим видео сейчас помещу ссылку на вот эту фруткейк-леди. И, к сожалению, кто может посмотреть и кто может понять, это те люди, которые знают английский. Потому что, конечно, даже если переводить, то будет не смешно. Потому что, естественно, сленг, знаете, и как они говорят, она такая еще. From south, the way she talks. То есть, как она говорит, это вот все вместе комбинация смешного. Поэтому, к сожалению, посмотрят только те, кто знает английский. И, возможно, те, кто смотрит меня и знает английский, возможно, ее даже и смотрели раньше. Но я на всякий случай помещу эту ссылку, потому что я просто ее обожаю. Я заказала целую книжку ее сейчас. Ну, она у меня дома уже есть. Там вопросы и ответы, вопросы и ответы. И когда читаешь ответы, уже ее представляешь. Вы знаете, и, конечно, вообще она уникальная. Уникальная старушка. Поэтому сейчас вот с утра смотрела ее опять и хохотала. Мы с Виней, кстати, очень любим ее смотреть. Виня тоже так сильно на нее смеется. И вообще, кому бы я ее не показала, вот, американцам, но они все просто охохотываются с нее вообще. И очень многие говорят, а я и не знала ее никогда. А вот, ну вот, просто уникальная. Так, что еще мне сказать вам? Ну, не знаю даже, что вам сказать, потому что я еду к мистеру Джонсу, и все мозги у меня сейчас там. Как он меня встретит, как я... Мы встретимся с ним, и куда мы с ним поедем. Кстати, у меня, вы знаете, что идея? Пусть он меня свозит опять к этому другу. Забыла, как его звать. Знаю, что последняя... То есть фамилия у него Берг. У того, у которого оружие во всех комнатах, во всех углах были. Я его попрошу, может, он меня свозит, может, не сегодня, может, другой день. Мы обязательно опять его навестим, потому что он понравился всем моим подписчикам. Не то, что понравился как мужчина, но он понравился, в общем-то, в принципе, развлекаловки такой, потому что он веселый и жизнерадостный, и показывает все, что у него есть. И как бы там... Так мы посмеялись очень хорошо. Поэтому, возможно, мы скоро будем иметь сюжет вот с этим Бергом. И вообще, у мистера Джулса много друзей. Он же мне сказал в последний день, когда мы с ним ездили, он говорит, у меня вообще тут много друзей, я тебя могу повозить. Поэтому мы, может, и поездим, что там за чудеса живут в Остине, в его городе, потому что они все такие уже виды пожившие, так скажем. Поэтому, я надеюсь, было бы вам интересно. Что еще мне сказать? Ну, вот этот вот сюжет первый я сделаю, наверное, первым. И я его снимаю на телефон. То есть, в машине я теперь снимаю только на телефон, потому что, в принципе, качество неплохое. Может быть, звук немножко только потише. Но камеру мне не установить из-за того, что у меня вот такое стекло. У меня машина как зубило. И поэтому камера слишком большая, чтобы ее вот так установить. А телефон отлично. Так что вот, встретимся у мистера Джонса. Пока. Как всегда, попрощалась. Я хочу сделать пи-эс. Послесловие. Спасибо вам за комментарии, за все, которые вы оставили мне за эти два последних видео. И там вам были вопросы насчет того, сколько стоил перевоз машины в поезде, в DC. Я о некотором там ответила, но расскажу всем. Вообще, билет Артему обошелся полностью. Где-то, ну не соврать бы, 500 долларов. Может, плюс 20, минус 20 долларов. По-моему, минус 20. По-моему, что-то там 400 с чем-то было, 90. Вот так вот. Там 200, по-моему, 30 или 240 билет и 200 где-то 50 машина. То есть, вот все вместе ему обошлось 500 долларов, чтобы все перевезти вместе с собой. Насчет того, чтобы спать в вагоне, какие-то вагоны есть спальные, а какие-то вагоны не спальные. В вагон, который зашел Артем, я вот с ним разговаривала, там написано было, по-моему, sleeping can. Но его провели через вагон и посадили его на то место, на котором он должен сидеть. Места разбираются за две недели, которые спальные. То есть, их нет. И вот эти вот, я понимаю, пожилые люди, вот они все едут в спальных вагонах, потому что, конечно, сидеть они не могут так долго. Поэтому вот они разбирают все это. А когда Артем купил билет, конечно, у нас даже мысли не было. Я вообще была уверена, что раз он едет в Вашингтон, ночь, через ночь, что значит, он будет там спать. Ну как у нас, как бы принято это в России, правильно? Или на Украине. Поэтому вот так вот я ответила на Ваш вопрос. И, наверное, скоро буду какую-то рубрику делать, вопросы-ответы. Уже один раз Вам пообещала, что задавайте мне вопросы, я буду отвечать. Но меня так закрутило, завертело в этой мясорубке всего происходящего, что я так и не смогла не ответить ни на чьи вопросы. Вот. Но постараюсь я иногда отвечать на вопросы. Почему иногда? Потому что я сейчас каждое утро беру часа два-три на занятия и опять повторяю то, что я проходила у Михаила Портнова. Мне бы не забыть. Я не то, что опять учу, но мне бы не забыть, и мне нужно повторять. Потому что я сейчас буду за линией ухаживать. И дело в том, что я как бы не смогу на работу устроиться, потому что мне сейчас самое важное это ухаживать за линией. Потом уже я буду устраиваться на работу. Поэтому вчера опять с Михаилом разговаривали с Портновым. Я говорю, все, сейчас буду на этой неделе брать каждый звонок, который мне будет поступать на интервью. И буду проходить, 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 записывать вопросы и звонить тебе. Он говорит, все, замедленно. Поэтому сегодня понедельник, еду к мистеру Джонсу как исключение. Вот, а так целую неделю буду заниматься. Поэтому, возможно, видео не будет много. Может быть, раз в неделю, может, два в неделю. А когда у Винни-бот операция, после операции, возможно, вообще две недели я не буду вообще выставлять ничего. Две-три недели, потому что я буду с ним каждую минуту. И абсолютно не хочу даже растрачивать себя на видео. Поэтому вот так вот, мои любимки. Увидимся. Пока. До чего дошел прогресс До невиданных чудес Опустился на глубины И поднялся до небес